Девушки отдыхают Вы сейчас будете выживать Мы не будем выживать Вы понимаете, что мы не будем выживать У нас две комнаты, там большие корридоры. За кто приехал я? Откуда ты приехал, я не знаю. Возьми пару наград и принеси сюда, блядь. Сейчас узнаю, кто с одной, а кто по той, блядь. Не вопрос. Не, 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 мы сейчас... Или вы за братами, рабочая? Вот рабочая, да? Вот рабочая. Да, вы не погодите. Это рабочая? Да. Вы арбитражный управляющий по ухвале, который обжаловался в следующий день нами. Поэтому вы как бы еще покажите не арбитражный управляющий этого предприятия. Ухвала мает закону силы к моменту оголошения. Давайте я тут. Мы слушаем салатку. У нас на виконанні требовала виконавча провадження. У нас на виконанні требовала виконавча провадження. Я думаю, с этого виконання ухвали господарственного суду в городской області 24, 12, 14, 14, по накладенню арешт на инструменты, пристрои, обладнанное та інше по кількості 380 номер нового, який належит малому по заявке до выкинки. Мы приехали виконуватись, и нам неотвідно потрапили ресурсов. Я зрозуміло, вы, может, представник Малого. Я зрозуміло. Там много людей получается. Я думаю, мы с вами зайдем сначала как представителям законной власти, так сказать, висучим последний вопрос сюда, и посмотрим, что там у нас, как, зачем, и на месте уже определено. Так, шановне, а стосовно ликвидатора, ухвала набула законной силы с моменту оголошения, и ее оскаржение не зупиняя ее виконання, до поверения виконання ее может... Я вам зарегистрирована, но уже в первый раз есть. Так, только решение... В файле написано, в какой у нас срок набула законной силы, и как она может быть оскаржена. Встановлено законодавством, чинным законодавством строк. Тобто, в данном случае это 5 дней. Вот есть апелляционная жалоба, которая должна была вам предъявить. Где написано, что подача апелляционной жалоба зупиняется действие ухвали? Где у вас написано? Стаття 82 Господарского Союза. Зачитайте, пожалуйста. Решение Господарского Суда набирает законные силы после закинчения строку подания апелляционной жалоба. Решение. А это какой документ суду? Это на данном суде конкурсии. Я думаю, что недоценно суд, давай не будем задерживать людей, хлопцам на службу. Сколько человек нужно задерживать? Так, мы работаем по первой. Мы работаем по первой. Сколько нужно человек запустить? А вы нас запускаете? Ну, конечно. Мы законопослушные. То есть 3 исполнителя. Все есть, 3 исполнителя. Твои понятные. 5. 5 человек и 3 милиционера. 101 сотому. Запускаем 5 гражданских 3 милиционера, Антоню. Ну, а остальные? Пусть это? Да, остальные. А люди? Нет? Хочу. Идет полный беспредел разворовывания всего. Вот стоят работники завода, которые хотят работать, которые хотят кормить своих детей и своих внуков. А кто вы? Я бухгалтер арбитражного керуючого. Я арбитражный керуючий Явернигара Володимир Петрович. Мене было предназначено 21 числа этого месяца ліквідатором Кировичского завода Генеичного машинного ведомства. Но передний ліквідатор Маскаренко оскаржила эту ухвалу. И сейчас, вважаючи, что эта ухвала не была законной чиновности, хотя, сгідно до чиновного законодавства, она не была законной чиновности. Меня даже на территорию не пустила охранная фирма службы безопасности «Чорна сотня». Назва очень интересная. Кто такая «Чорна сотня», посмотрите в историю. Сейчас я здесь находюсь под дверями, но не могу пройти на территорию, чтобы посмотреть, что там вкрадено. Хотя за документами, которые я знаю, еще за заводом Генеичного машинобудования обликовываются и паркани, и все эти ворота. Они еще не переданы, но они управляются из комнаты охраны, которая была первая продана предыдущим руководством, предыдущими ліквідаторами. И теперь выходит так, что люди, которые никакого отношения не имеют до заводом Генеичного машинобудования, через эти ворота пропускают вантажные машины, автотракторную технику, которая выкопает все, что можно и вывозит все, что можно регулярно и постоянно. А подставы для оскаржения ухвали, какие наводит попередний керующий? Ну, наводит такие подставы, что она все-таки все делает правильно, что она ниже не ошиблась, у нее все очень хорошо, и даже те, что сейчас рассказывают, такого нет. Ну, так пытается доказать. У нее есть шансы выиграть оскаржение? Ой, не знаю. Фемида, наши очи в ней закриті, и что будет Фемида делать, я не знаю. Это такой господарский процессуальный кодекс. Ухвала, принесена господарским судом первой инстанции, набуває чинности с дня ее проголошения, и ее может скасовать только решение апелляционной инстанции. Тобто, оскаржение цієї ухвали не перешкоджает на ее виконание, на вміну від решения суду первой инстанции. Решение суду первой инстанции набувает чинности через 10 дней, если оно не оскаржено. И если оно оскаржается, то его виконание прекращается. Ухвала же набувает чинности с момента ее проголошения. И она сейчас дает, она сейчас чинна до принесения апелляционной инстанции решения, или на пользу того, что ухвала действенная, или на скасование этой ухвали. Но те люди, которые сейчас тут охрана сотня, они не считают, что закон есть закон. Они считают, что закон силы есть закон. И сейчас там люди на территории, я бачил, с броей, с арматурой, в очень большей количестве, которые не знают, кого захищают. С огнестрельным оружием, что самое интересное. С автоматами. С автоматами, с огнестрельным оружием, причем это не представители власти. Это люди просто в масках. Там их больше двох десятков. Да, очень много людей, которые очень агрессивно настроены. И настроены агрессивно против работников, которые пришли защищать свои интересы. Дело в том, что завод вполне можно восстановить. И смотря какая задача стоит перед теми, кто приходит к власти. Либо его развалить окончательно и разворовать, либо его восстановить и дать вот этим людям туда зайти. Потому что некоторые цепи еще вполне могут работать. И люди еще вполне могут получать заработную плату. Но, вот я бухгалтер, да, вот арбитражный управляющий, мы должны увидеть и по спискам, по документации, мы должны проверить, есть ли там то оборудование, которое числится. Нас туда не пускают даже проверить. Почему? Непонятно. Если вам нечего скрывать, пустите. Мы посмотрим, мы же там ничего не заберем, мы в руках не унесем. Но мы должны зафиксировать, для того, чтобы потом в суде у нас была возможность сказать, да, люди правильно исполняли свои обязанности, да, люди все сохранили, либо нет, бывшее руководство все разворовало, непонятно на каких основаниях. Мы не можем в этом даже убедиться. Даст Бог, если даже выканавцы, вот исполнительную государственную службу пропустят, и они смогут зафиксировать, что есть чего нет, ну тогда хотя бы будет о чем говорить в суде. Я начальник первого цеха, самого большого цеха на заводе, который работал до последнего времени. До того времени, пока не выгнали нас оттуда, и не начался вот этот, начался грабеж нашего цеха. И сейчас, когда его незаконно выкупили, насколько я знаю, происходит грабеж, вывозится, режется оборудование, это все видят люди, это все фиксируется. Машины выезжают отсюда чуть ли не каждый день, вывозят оборудование, хотя оно находится под арестом, хотя его не имеют права трогать, пока этот вопрос не решен. Люди все переживают за свои рабочие места, им нужно кормить свои семьи. И они зарабатывали деньги, платили налоги, мы делали продукцию для всего Кривбаса, и для того же Донецка выпускали оборудование шахтное, которое добывали и уголь, и руду. Сейчас это такой завод, и его уничтожили, и продолжают уничтожать. Хотя остался наш самый основной цех первый, который рабочий, который мог бы работать, и люди могли бы работать, и продукцию выпускать, и жить могли бы. Этот завод был вообще на вес раньше, и за границу мы свою продукцию выпускали, и по всему бывшему Советскому Союзу наша продукция шла. Поэтому такой завод угробить, это просто преступление. И продолжается, это все продолжается, и наша власть, я не знаю, куда сможет. А кто конкретно разворовывает или уничтожает завод? Ну вот те, которые сейчас нас туда не пускают. Ну а кто это? Можете назвать? Ну я не знаю эту фирму, которая... Кто власть захватит? Да, кто там власть захватит? Вы знаете, кто там? Ну там представники, або ж тої особи, яка одноособово, цікава речь, от людина приходит на торги, воно вытягивает из кишени 9,5 миллионов гривен, это, пробачьте, на хвилиночку, півмиллиона доларів. И платит за эти три цехи. И теперь она, власть, начебто цих трех цехов, разом с усима 400 станками, вона стае властьом цих цехов. И никто не спросил, где эта людина взяла эти деньги, в такой сумме, или заплатила она из них, хотя бы одну гривню податков, и что это за деньги, и за откренность они взялись, и почему эта людина взялася? Цікавая речь еще, что эта людина прописана в гуртожитке, в днем месте Непетровске. Тобто, звичайная особа, без певного места проживания, у нас має вот такие доходы. Шановні, будьте так, как вона. А как зовут эту особу? Цю особу зовут Малий, а далее, как имя по-батьку, я, честно говоря, что не даю. Призвища Малий. Это данный момент, сейчас он является? Начебто власником, хотя это решение оскарженности, цей договор купюр и продаж оскарженный, оскарживается сейчас в судах. И скасованный, да? Він скасованный ухвалою господарского суду Непетровской области, но, снова же таки, он оскарживается, и сейчас намагаемо добиваться, чтобы все-таки повернуть это коллективу, повернуть это людям, чтобы люди могли працювати дальше. А что здесь сказать? Если все на глазах делалось, работал раньше, все нормально было. После того, когда нас убрали отсюда, я ничего не знаю. А почему вас убрали? Сказали, все закрепляли. Ну, вы хотите вернуть свой завод назад, да? Конечно. А у кого нет желания работать, зарабатывать нормально, кормить семью честным трудом. Мне призначено ліквідатором цього предприятия, но закон, за которым я працюю, называется «Про відновление платформащих божников, або визнание его банкротом». Даже если предприятие в ліквідации, я считаю, что основная задача наша, это намагаться, все-таки, сберегать рабочие места для людей. Поэтому, если я зайду сюда, то я перед собой ставлю задачу каким-то образом сберегать возможность, чтобы этот завод працювали, а не вывезти его полностью и не знищили. Потому что, даже рекультивация этих земель, величезных, это тоже, я не знаю, сколько тут нужно грошей покласти, сколько сил людских, и как это делать, если есть завод, по продукции которого нужно. Хотелось бы узнать насчет криминального проведения по заводу «Коммунизм». Есть ли какие-то открытые… заяв есть очень много. Особенно я подавал заяву о том, что вывозится майно, о том, что не выполняются ухвали суду. Есть проведения, которое открыто, есть там… Криминальное проведение, да? Криминальное, да. Есть следственный, по-моему, Остапенко, его прозвища, который занимается этим вопросом. Я вчера с ним разговаривал, был у него. У него большая проблема, он не может ни где найти председателя Маскаленко. Вона хворяет очень. Я ее тоже найти не могу, потому что все три телефона, на которые я телефоную, мне кто-то ответит, что она хворяет, она не может даже брать слушательную. Мало того, последним временем она занесла в мой телефон в черный список своих телефоней, я даже дозволитись, она ее социализировала, что она не может. Взагалі, людина просто не бажает ни с кем спілкуватися. А цими справами займается управлением внутренних справ? Центрального района. Это по всему этому, и за рубежом, и по всему бывшему совету. И в Казахстане, где еще наши машины? В Иране работает. В Иране работает наша машина. Расскажите, на Кубе работает. Расскажите. Да нет. Будем говорить, как кассира, ведущий конструктор. А как вас зовут? Баранов. Баранов Александр Владимирович. Как вы считаете, завод может все-таки восстановить свою работу? Для того, чтобы дать оценку, надо хотя бы зайти, чтобы увидеть, что там делается. Мы же не знаем, что там осталось. Скажите, это правда, что вывозят целые станки, металлолом по ночам? Ну, я вот живу рядом, здесь вот, в Гловой дом. то гул машин, слышу, машины с высокими бортами, что там везут, ну, иногда выглядывают какие-то металлоконструкции. А что конкретно вывозят? Это в ночное время, да? В ночное, где-то час ночи, примерно. Плюс-минус. То есть, вы считаете, что это все-таки вывозят оборудование? Тем более, когда мы еще работали, вот, скажем, уже с июня мы еще не работали, с прошлого года, то, то, те цеха, которые совались вот за Романом Романовичем, они еще функционировали. А когда, да, и при этом все остальные цеха уже бомбили, вывозили все подряд. И даже, вот я наблюдал, и стены завалились некоторых цехов. А вы можете назвать, кто конкретно разрушает завод? Конечно, нет. Я не думаю, что здесь кто-то точно может сказать, кто-то разрушает. Это же тайна за семи печатями. Вы начальник охраны? Нет. Я охранник, пока на общественных началах сейчас. Ну, были в... Расскажите, что вы видели? Что вы возили? Если вы возят фуры, критые фуры, оно же не видно, что там вы возят. Нет. выводятся и, будем говорить... Да, вы возят. Самое главное, что надо сказать, что вот сейчас, как бы, с этими политическими событиями на Украине, ну, промышленность, добывающая, в частности, шахты, блоки, немножко, как бы, замерли. Вот. Ну, ведь, в конце концов, кончится все это. И когда кинутся, что-либо добывать, вот, спрашивают, а где же горные машины? Ведь они же, как и все машины, ну, как бы, имеют такую, как бы, слабость, они ломаются. Нужно ремонтировать, нужно запчасти. Завод Коммунист их обеспечивал в свое время. По крайней мере, для Криворского бассейна, а также и вот за разными, другими, за рубежом. И вот, когда все это закончится, и кинутся уже в мирное время, добывать ту же железную руду, там, тот же гипс, там, и прочее. А машин нету. Кто будет отвечать на эти вопросы? Где завод? Завод работал на 150 стран. Даже удивительно сейчас, вот сейчас кидаются, там, ремонтировать бронетехнику, танки, там, БТР, выгадали. Вот база, да? Здесь машиностроительный завод, он может же не только горные машины выпускать или ремонтировать, но любую технику, в принципе. Потому что, для этого нужны станки, рабочие руки. Их нет. Станков нет, рабочие руки есть. Безответно. Никто не отвечает. Не те вот разные подставные лица, никого. Даже концов нельзя найти. Вот в чем беда. По конце не все. Все есть. И знаете, кто купил это, кто занимается законами. Начиная от президента нашего и ниже, ниже, ниже. Никто не интересуется этим. Возят это имущество. А по номерам невозможно станут? По номерам, это, я так думаю, это, наверное, работа милиции выяснять, по номерам машин. Кто вывозит из завода? Это несложно. Завод курочится. Вы говорили, что вы видели информацию у вас есть, что действительно выводят уже целые оборудования? Целые оборудования. Лично я видел. Лично я видел. Целые оборудования. А что это за станки? Дип-500, по-моему, два станка вывезли. В одной фуре вывезли. Это дорогостоящие станки? это очень дорогие станки. То есть, они могли бы работать? Да, конечно.